15 миллионов 663 тысячи 200 рублей на ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда Красноярского края. С учетом софинансирования, общий объем составляет 19 миллионов 861 тысячи 818 рублей. На эти деньги запланируют ремонт участка дорог улицы 3 следового КСМ. От пересечения с улицы Трунда до пересечения с улицы Березово-Овощи протяженностью 775 метров. В настоящее время сотрудниками МБУ ВВХ ведется подготовка документации для направления в агентство по заказу. Планируем срок кончания работ по этому контракту 15 августа. Также в рамках заключенного контракта на содержание автомобильных дорог местного значения запланировано выполнить ямочный ремонт в очереди 1000 квадратных метров на сумму 1 миллион 85 тысяч. Также еще предусмотрены работы с щебеночным покрытием. Это ремонт и профилирование с добавлением нового материала в два раза за летний период. Ремонт щебеночных покрытием с добавлением нового материала. Это объем примерно 30 тысяч квадратных метров. Объем щебня 1730 кубов. На данный момент вся информация по ремонту дорог города Назарова. Продолжение следует... Я просто рад, что вы переживаете за эту улицу. Но тем не менее информации нет. Соответственно я, уйдя сегодня отсюда, переживанием ее не пройдет. Конкретно какая он всегда будет сужить по этому. У вас остальные улицы у вас? Нет, конкретно по южной. У вас по южной? Да, пока по южной. Мы все-таки призывайте с переходом все-таки. Сходом воды с улиц, вороном Зарова, все-таки выйдем комиссионно. И это не мое решение, какую улицу закатать в тысячу квадратных метров ямочного ремонта. Больше пока денежных детских поступало на ремонт дорог. Ожидаем. Улица Южная, как и все улицы города, пройдены, просчитаны. У нас сметы готовы. Еще смотрите, можно мне? Спасибо. Большое спасибо. Смотрите, на предыдущей комиссии я задавала вопрос Артем Владимировичу по улице Мира, на которой располагаются ваши учреждения. И на эту улицу Мира были потрачены миллионы государственных денег. Теперь я прошла по этой улице, там 9 ям. И теперь этой улицы нет. Вообще, я говорю, что ездить там теперь невозможно. Было замечательно. Мне было сказано, что обязательно отремонтируем. И обязательно отремонтируем в этом году. Но вот здесь вот я не увидела улицы Мира. Потому что понимаете, что щедонькой вы засыпаете эти ямы, щедонька куда-то дальше проваливается. Яма делается все больше и больше, потому что у нас такая погода, мы как и мы висели. И там теперь ехать, проезжать по этой улице просто невозможно. Улица Мира, я вам скажу, что улица Мира, она будет выполнена в рамках гарантийных обязательств. Я вам твердо уверяю, в рамках гарантийных обязательств у подрядчика, то есть церкви. То есть полотно будет срываться и замориться? Не полотно, а те работы, которые они производили по раскопке улицы Мира, они будут восстановлены. Однозначно в асфальтобетоне это однозначно можете занести в протокол. Да, значит, это правда, пожалуйста. Это даже не обсуждается. Не обсуждается. То есть это однозначно. Но после... Давайте внесем, просто после работы наших ресурсников, прошлого года есть еще участки, где остались. И естественно, я там году. Ну, значит, что лекарство будет обновлением. У нас вот целого пяти дырки когда-то стараются, 40-40 человек, ставят дыр. А вот, допустим, смотришь, уже новый дыр появляется. Ну, какого качества работы, если тут дыр появляется, прямо вот на дороге? по приемке дороги где вы можете поучаствовать для контроля и результат еще один вопрос в планах благоустройства 2011 года была еще заложена улица Школьная 2011 года нет, 2011 года я вопрос изучила, историю этого вопроса уже сменились четвертый, наверное, глава города сначала был Сетов Сергей Александрович Стрельникова Юлия Алексеевна Сухарев Сергей Иванович но сейчас глава города 2012 года и эта улица несчастная там нет ни тротуара нет ни дороги и по этой улице ходят дети в образовательные учреждения во вторую и в седьмую школу знаете, уже столько поколений детей ходят по бездорожью что ну это страшно мы говорим о безопасности наших детей но здесь никакой безопасности не пахнет я сегодня по этой улице опять проходила со стороны частного сектора там почему-то вода стоит там теперь котов там совершенно невозможно ходить то есть дети там не могли ходить ну и со стороны с другой стороны с параллельной стороны это тоже невозможно а машины объезжая все ямы, рытвины и так далее они все заезжают на так называемые тротуары которых нет поэтому там не безопасно с 2011 года коллеги, ну давайте как-то вот на востребованной улице не забудем где-то можно фротопол записать улица школьная улица школьная какого участка давайте конкретизируем хорошо, давайте конкретизируем от улицы Чехова до улицы Борисенко хотя бы тротуар и дорогу сделать чтобы дети и не только дети там и жители же ходят и родители и пожилые люди невозможно это небезопасно потому что группа сотрудниками УГХ с праксвободным подрядчиком с участием геодезистов улица школьная от улицы Карла Марса до улицы Борисенко обследована общитана с остановлением тротуара полностью мы ждем только денисный свет улица школьная полностью у нас общитана и готова к ремонту я просто переживаю что еще сми несколько главбор когда мы вернемся будем надеяться